Что за русские оргии запятых? Когда я вижу в России какой-то текст, который написан на английском языке, мне сразу видно всегда, что текст был переводен русским человеком, потому что там столько много запятых прям везде. И я поэтому думал, что русские просто очень драматические люди. На английском I will call you when I can. Но вы же здесь ставите запятую в русском языке, и поэтому я же думал, что его переводится как Я позвоню, когда смогу. Почему здесь нужен пауз? Английская версия. Русская версия. Я это сделал, потому что я думал, что это было правильно. Но, ребята, поэтому я в этом видео буду вам объяснить, как правильно ставить запятые в английском языке. И не как будто вы нашли автомат оружия, который стреляет запятые на очень быстрый режим. Запятые, 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 запятые. И если вам интересно получать больше занятий с меня, то переходите после сетки на English class, которая будет в описании, где вы можете получать именно занятия и с меня, и с наших учителей. Вся информация будет там. В принципе, ребята, в английском языке время будет в папке. И поэтому мы не пишем запятые после каждого третьего слова, как вы. В основном у нас семь моментов, когда мы пишем запятые. В английском языке запятые ставятся, чтобы разделить адресы. Например, Это почтовый адрес. И мы ставим для названия географических мест. Например, Оскар хотел бы посетить Париж, Францию. Оскар would like to visit Paris, Франц. И частный дат. He was born on April 1st, 2001. Но, если дата стоит в середине предложения, то после года тоже ставится запятая. Например, 1 апреля 2001 года родилась Джейн. Ну и еще, конечно, с датами существует исключение. Например, В этом предложении мы не ставим запятую, потому что число 16 идет перед месяцем. И второй момент, когда мы ставим запятые, это так же, как в русском языке, когда вы ставите при перечислении. Например, И в третьем, перед и после цитаты в английском языке ставите запятые. Например, Я прокричал, хватит смотреть на мою попку. Я не люблю мороженое, сказал Оскар. Я люблю шоколад. И четвертый. Запятыми мы выделяем ту часть приложения, которая не главная. И мы можем ее убрать и смысле не изменить. Например, Моё домашнее животное по имени Оскар ест бананы каждый день. Мы можем убрать середину приложения И смысл выражения не поменяется. У меня есть домашнее животное, он ест бананы каждый день. И пятый момент, когда мы ставим запятые, это когда мы связываем вместе два части приложения именно словами for and so, but, yet или or. Например, Или еще пример, Обязательно не любят бананы, потому что они очень вкусные. И шестой момент, мне даже было очень сложно это попробовать сказать на русском, поэтому я просто вот это прочитал и ставим запятые при перечислении двух или более прилегательных, описывающих одно существительное. Это, например, просто когда у нас много прилегательных. Оскар очень хороший, умный и свободного ума, обязательно. Так что запятые используются для разделения либо трех, либо больше слов или фраз. Например, Например, Оскар тратит свое свободное время на кушание, сон и смотрение телевизора. Кстати, to take a nap просто значит поспать чуть-чуть. И последний момент, это либо после слов, либо после фраз, которые стоят перед главной частью предложения. Например, After eating, the monkey took a nap. После того, как Обязанна покушала, она легла спать. However, the monkey woke up an hour later. Несмотря на это, Обязанка проснулась через час. И, ребята, это же все на сегодня. Я пытаюсь сделать все так, чтобы вы нам максимально говорили лучше в английском языке. Не забудьте, что если вы хотели бы получать гораздо больше занятий и с меня и с наших учителей, то переходите после церкви, которые будут в описании. Вся там информация будет. И если вы только что пришли домой с работы, то откройте и налейте себе немного ворки, потому что это вам заслуживает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!